Когда новый терминал международного аэропорта Стригина откроется, он будет пропускать до 800 пассажиров в час, а в год двигаться по четырем телетрапам и пройти через одну из 19 стоек регистрации оформления багажа. Дождаться своего рейса в просторной комфортной зоне ожидания смогут полтора миллиона пассажиров. К их услугам кафе, магазины и масса видов сервиса международного класса на трех надземных этажах терминала. И естественно летать из нижнего пассажира смогут по расширенному спектру направлений. Естественно, когда будет новый терминал, создаются предпосылки для привлечения новых перевозчиков. Но даже если вы посмотрите за нашей деятельностью в пределах последних четырех лет, что мы управляем аэропортом, у нас уже произошла революция пассажирских перевозок. Мы в прошлом году перевысили отметку 1 миллион пассажиров. Срок сдачи первой очереди нового терминала Стригинского аэропорта 2015 год. Подрядчики рассказывают главе региона, что уже сегодня монолитные конструкции каркаса готовы на 90%. Валерий Шансов дает поручение уже в первых числах апреля полностью закончить работу по возведению и приступить к его отделке. Проект модернизации нижнегородского аэропорта Стригина и строительство интермодального транспортного узла даст Нижегородской области дополнительные возможности для развития бизнеса и туризма. А это и новые рабочие места с достойной зарплатой. И повысит комфорт пассажиров, обеспечив международный уровень обслуживания авиаперевозок. Но, по мнению губернатора, пригласив гостей в эффектные воздушные ворота, следует обеспечить их комфортное передвижение по областному центру по земле. Аэропорт, он не может быть без инфраструктуры, потому что надо сюда и подъехать, и надо отсюда вывезти своевременно всех пассажиров. Поэтому мы параллельно делаем дублер нашего сообщения по Комсомольскому проспекту. Этот дублер будет готов уже к 2018 году, новая трасса. Одновременно с этим здесь будет монтироваться станция Стригина при условии, если будет реализовываться проект высокоскоростной магистрали. Но даже если не будет, будет связь с московским вокзалом, пригородным поездом, как это делается в Москве, с тем, чтобы можно было спокойно попасть сюда без автомобильного транспорта. Плюс организованы современные стоянки автомобильного транспорта. И вот сочетание автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта – это будет нормальный транспортный пересадочный угол. Сейчас аэропорт Стригина встречает рейс из Египта. Пассажиры говорят, что возвращаться в Межгородский аэропорт после, к примеру, Шарм-эль-Шейха пока легкий шок. Но отмечают, что новый терминал строится на глазах. Были за границей, и там, конечно, очень широко. Вот там столько подъездов к аэропорту, а аэропорт сам вообще – это гуляешь, гуляешь, и свобода, свобода. И сколько всего. Интересно, конечно. Ну, уезжали пески, а приехали здесь все застроено. Так что ширше, больше, красивше – одно всегда нужно. Тем более сейчас свободно летаем за границу, и, естественно, все сравнивают, что за границей, что у нас. Поэтому, конечно, хочется, чтобы было более цивилизованно. Нижний Новгород – один из крупнейших городов России. И я думаю, что аэропорт – это как раз одна из визитных карточек города. Поэтому крайне он важен и нужен и для нас, и для гостей города. Ценим то, что инфраструктура города развивается, улучшается. Наш город становится привлекательнее и для жителей, и для гостей. Вместе с комплексной реконструкцией аэродромной инфраструктуры Как говорят специалисты, ее усилят, и она станет длиннее – до 3000 метров по международным стандартам. Общий объем инвестиций в проект свыше 3 миллиардов рублей.